Что происходит, когда человек умирает? Это, вероятно, наиболее часто задаваемый вопрос, волнующий все человечество. Действительно ли мы навсегда прекращаем жить, и от нас не остается ничего, кроме бренных останков, свидетельствующих о нашем пребывании на Земле? Сегодня мы не подошли ближе к ответу на этот основной вопрос человечества о загробной жизни. Чем тысячелетия назад, когда над ним впервые задумался древний человек? Но есть множество обычных людей, которые побывали на краю смерти и поведали о чудесных видениях иного мира, лежащего по ту сторону от этого, мира, лучащегося любовью и пониманием, которых можно достичь, лишь совершив увлекательное путешествие через туннель или коридор. Этого мира достигают умершие родственники, купающиеся в лучах ослепительного света и направляемые высшим существом, которое, прокрутив перед ними прожитую жизнь, указывает им новый путь, прежде чем отправить назад для продолжения жизни на Земле. После возвращения те, кто умирал, становятся совершенно другими людьми. Они начинают жить полной жизнью, преисполненные верой в то, что самое важное в жизни — это любовь и знание, поскольку это единственное, что вы можете взять с собой. За отсутствием лучшей фразы для описания этих случаев мы можем сказать, что эти люди испытали опыт околосмертных переживаний. Я использовал этот термин несколько лет назад в своей первой книге «Жизнь после жизни». Другие называют это иначе — путешествие в другой мир, полет одного к тому, кто един, уход с плана, околосмертные видения. Но характерные особенности этих случаев, как бы их ни называли, указывают на сходство опыта и переживаний. Люди, побывавшие у порога смерти, переживают следующие события — либо некоторые из них, либо все. Восприятие себя как умершего, покой и отсутствие боли даже в ходе самых мучительных переживаний, отделение тела, вхождение в темное пространство или туннель, стремительный подъем к небесам, встречу с умершими родственниками, друзьями, близкими, озаренными ярким светом, встреча с высшим существом, очевидно, Бог, просмотр своей жизни и чувство нежелания возвращаться в мир живых. Когда мне было 20 лет, я изучал философию в Вирджинском университете. И тут начал выяснять, что есть студенты, знавшие других людей, которые пережили околосмертные состояния. К тому времени, когда я поступил в медицинскую школу, это был 1972 год. У меня накопилось уже не менее 8 подобных случаев, рассказанных вполне надежными, искренними людьми. В медицинской школе мне также пришлось столкнуться с такими случаями, и вскоре их накопилось столько, что я смог уже написать на их основе книгу «Жизнь после жизни», ставшую мировым бестселлером. По всему чувствовалось, что люди жаждут знаний, касающихся того, что же происходит с нами по ту сторону жизни. Книга подняла много вопросов, на которые не смогла дать ответов. И привела в ярость скептиков, считавших, что изучение случая околосмертных переживаний у нескольких сотен людей в царстве истинно научного исследования ровным счетом ничего не значит. Честно говоря, это очень хорошо, что вокруг нас оказались скептики, поскольку их отношение заставило нас взглянуть на этот феномен несколько глубже и пристальнее, чем это имело бы место, если бы дело обстояло иначе. Многое из того, что нам, исследователям, удалось открыть, включено в настоящую книгу. Полстер Джордж Геллап, младший, установил, что 8 миллионов человек среди взрослого населения США имели околосмертное переживание. А это значит, что их имел один человек из 20. Затем он проанализировал содержание околосмертного опыта, сведя их элементы в таблицу, и вот что он обнаружил. Выход из тела 26%. Точное визуальное восприятие 23%. Слышимые звуки или голоса 17%. Ощущение покоя и отсутствие страдания 32%. Феномен света 14%. Просмотр жизни 32%. Пребывание в ином мире 32%. Встреча с другими существами 23%. Прохождение через туннель 9%. Предвидение 6%. Такая таблица ясно показывает, что случаи околосмертного переживания происходят в обществе куда чаще, чем считают исследователи. Как указывалось выше, мне удалось вычленить 9 характеризующих околосмертные переживания особенностей благодаря опросу сотен людей и тщательному изучению их уникальных случаев для выявления общих элементов. В книге «Жизни после жизни» я говорил о том, что мне не доводилось встречать человека, который в ходе околосмертных переживаний сталкивался бы со всеми этими признаками. Но с момента написания этой книги я опросил более тысячи человек и обнаружил, что у нескольких из них были случаи, так сказать, полного попадания, где присутствовало все 9 особенностей ОСП. Тем не менее, важно отметить, что не у всех людей, испытавших ОСП, наблюдались все перечисленные признаки. У одних были один или два, у других пять или шесть признаков. Иные, наличие одной или более таких особенностей позволяет определить тот или иной случай как околосмертное переживание. Прежде всего, человек ощущает себя как умершим. Многие люди не осознают, что испытываемые или околосмертные переживания имеют какое-то отношение к смерти. Они обнаружат, что плавают или висят над собственным телом, взирая на него с некоторого расстояния. И вдруг ощущают страх или даже смятение. И удивляются, как могло такое случиться, что я оказался здесь и смотрю на самого себя сверху. Для них это абсолютно лишено смысла и логики. Они совершенно теряются в догадках. Возможно, в тот момент они даже не осознают, что физическое тело, на которое они смотрят, это их собственное тело. Один человек рассказывал мне, что пока он находился вне тела, он побывал в палатах армейского госпиталя и был поражен тем, сколько там похожих на него молодых людей приблизительно его возраста. Он смотрел на все эти тела, спрашивая себя, какой же из них его собственное. Другой человек, попавший в ужасную аварию, в результате которой лишился двух конечностей, вспоминал, что висел над телом, лежавшим на операционном столе и по этой причине испытывал угрязление совести перед медицинским персоналом, который работал, стараясь вернуть его к жизни. И только тут он осознал, что это он сам. Люди, оказавшиеся на пороге смерти, в этот момент часто испытывают страх, который затем освобождает путь полному пониманию происходящего. Они понимают, что хотя чаще всего не имеют никакого медицинского образования, о чем разговаривают между собой врачи и медсестры. Но когда они сами пытаются что-то сказать им или другим находящимся здесь людям, то оказывается, что их никто не видит и не слышит. В этот момент они могут попытаться привлечь внимание присутствующих, коснувшись их рукой. Но когда они касаются руки другого человека, их рука свободно проходит через руку другого, словно ее и нет. Об этом мне рассказала одна женщина, которую я сам вернул к жизни. Я увидел, что у нее остановилось сердце и без промедления начал непрямой массаж сердца. Впоследствии она рассказала мне, что пока я трудился, пытаясь восстановить работу ее сердца, она поднялась над своим телом и смотрела на него сверху. Затем встала позади меня и попыталась сказать, чтобы я остановился, так как она чувствует себя превосходно. А поскольку я ее не слышал, она хотела схватить меня за руку, чтобы не дать мне ввести шприц в ее руку и сделать внутривенную инъекцию, но ее рука прошла через мою. Впоследствии она сообщила, что почувствовала в тот момент, будто моя рука по конститенции представляла собой нечто вроде очень разреженного желе, через которое оказалось струится электрический ток. Сходное описание я слышал и от других пациентов. После безуспешной попытки общения с окружающими у людей в околосмертном состоянии часто возникает обостренное чувство самоидентификации. Одна женщина описывала эту стадию как время, когда ты уже не жена своего мужа, не мать своих детей и не дочь своих родителей. Ты целиком и полностью только ты. А другая женщина рассказывала, что чувствовала себя так, как будто бы ей обрезали ленты, как воздушный шар, который отпускают на свободу, перерезая удерживающие его веревки. Именно в тот момент страх притворяется в блаженство, так же, как и понимание происходящего. Пока пациент находится в своем теле, он часто испытывает неимоверную боль. Но когда ленты обрезаны, так сказать, появляется вполне реальное чувство покоя и отсутствия всякой боли. Я разговаривал с пациентами, которые оказались в ситуации, когда у них останавливалось сердце. И они говорили, что резкая боль от сердечного приступа сменяется агонией, а затем почти непередаваемым блаженством. Некоторые исследователи выдвинули теорию, согласно которой, когда мозг испытывает сильнейшую боль, он вырабатывает специальное вещество, блокирующую эту боль. Об этой теории мы поговорим чуть позже. Но пока я лишь скажу, что никто и никогда не ставил опыты, которые могли бы подтвердить или опровергнуть ее. Но даже если это так, данный факт не объясняет других признаков, которыми сопровождается этот феномен. Прежде всего, это внетелесные переживания. Часто, приблизительно в тот момент, когда врач говорит, мы потеряли его или ее. У пациента происходит полная смена перспективы. Он чувствует, что поднимается вверх и видит свое тело, лежащее внизу. Большинство людей говорят, что когда это случается, они не чувствуют себя как некое сфокусированное в точку сознания, а находятся в неком теле. Хотя и в теле иного рода, чем физическое, которое они покинули. Это духовное тело, говорят они. И оно имеет облик и форму, не похожее на физическое тело. У него есть руки и очертания, хотя большинство не находят слов, чтобы описать, как оно выглядит. Некоторые описывают его как цветное облако или как энергетическое поле. Один из пациентов, с которыми я беседовал несколько лет назад, сказал, что пока находился в этом состоянии, он изучал свои руки, и они были скомпонованные субстанции света с крошечными структурами, вкрапленными в нее. Он видел концентрические узоры на своих указательных пальцах и трубки света, протянувшиеся по всей руке. Стадия прохождения через туннель обычно следует непосредственно за выходом из тела. До написания книги «Жизнь после жизни» я даже не замечал того факта, что только пройдя этапы обрезания лент и выхода из тела, люди начинают по-настоящему осознавать, что их переживание имеет какое-то отношение к смерти. Именно в этот момент перед ними открывается портал или туннель, и их влечет в темноту. Они начинают двигаться через темное пространство и в конце оказываются в потоках ослепительного света, о котором мы расскажем позже. Некоторые люди не проходят через туннель, а вместо этого поднимаются по лестнице. Одна женщина рассказывала, что находилась рядом с сыном, когда тот умирал от рака легких. Последние его слова были о том, что он видит красивую винтовую лестницу, ведущую наверх. И сметенный ум матери успокоился, когда он сказал, что уже поднимается по ее ступенькам. Некоторые люди описывали этот этап как прохождение через красивые, украшенные орнаментом двери, которые, видимо, символизируют проход в иной мир. А некоторые, когда входят в туннель, слышат потрескивание или гул, напоминающий тот, что создается электрической вибрацией. Прохождение через туннель не я выдумал. На полотне Босха, Вознесение Праведников, созданном в 15 веке, в красках изображено именно это событие. На переднем плане умирающие люди, а вокруг них духовные существа, пытающиеся привлечь их внимание и обратить его вверх. Люди проходят через темный туннель и попадают в свет, где почтительно преклоняют колено. В одном из самых поразительных переживаний такого рода, какие мне когда-либо приходилось слышать, туннель описывается как бесконечный в длину и ширину коридор, наполненный светом. В писании множество, но ощущения происходящего всегда одно и то же. Человек идет по коридору к неимоверно яркому свету. И пройдя через туннель, человек обычно встречает существ света. Эти существа действительно словно скомпонованы из света, но света необычного. Они светятся прекрасным интенсивным излучением, которое, казалось бы, пронизывает все пространство и наполняет человека любовью. Один пациент, имевший подобный опыт, описывает это так. Я мог бы назвать это светом или любовью, но в сущности это одно и то же. Некоторые говорят, что это выглядит так, словно их затягивает в водоворот ураган света. Некоторые говорят, что этот свет гораздо ярче всего, что им приходилось видеть на Земле. Однако, несмотря на интенсивную яркость и слепительность, этот свет не режет глаза. Наоборот, он ощущается как теплый, вибрирующий и живой. Кроме того, в этой ситуации люди, оказавшиеся за гранью земной жизни, часто встречают умерших друзей и родственников. Нередко они разговаривают с этими людьми, чьи тела так же неописуемые, как и их собственные. Помимо лучащихся ослепительным светом друзей и знакомых, некоторые описывают восхитительные по красоте пасторальные сцены. Одна знакомая женщина рассказывала о луге, поросшем цветами, окруженном деревьями, каждая из которых светится своим внутренним светом. Время от времени люди видят прекрасные города, лучащиеся светом, используя для их описания превосходную степень сравнения. Общение в этом состоянии осуществляется не с помощью слов, как мы их воспринимаем, живя в теле, а путями, ведущими к мгновенному пониманию. Встретив нескольких существ света, люди за гранью жизни обычно встречают высшее существо света. Те, кто воспитаны в духе христианства, часто называют его Богом или Иисусом. Только немногие говорят, что это не Бог и не Иисус, но тем не менее кто-то очень святой. Кем бы оно ни было, это существо излучает абсолютную любовь и все понимания, столь интенсивные, что большинство людей желают остаться там навсегда. Но не могут. В этот момент им говорят, обычно это делает само существо света, что им нужно возвращаться в земное тело. Но вначале им должны показать панораму прожитой земной жизни. И когда происходит просмотр земной жизни, какое-либо физическое окружение полностью исчезает. Вместо него многоцветная, трехмерная панорамная картина всего, что сделали эти люди в своей земной жизни открывается перед ними. Обычно смотрящий воспринимает свою жизнь самого себя с позиции стороннего наблюдателя и во вневременной перспективе. Ибо время, как мы его воспринимаем, там отсутствует. Лучшее описание происходящего, какое мне довелось слышать, что перед человеком одновременно и сразу предстает вся его жизнь. В этом случае мы не только видим каждое действие, какое когда-либо совершали, но и сразу же воспринимаем последствия этого действия, которое оно оказало на окружающих вокруг нас людей. Так, например, если я вижу какой-то неблаговидный поступок, совершенный мною же самим, то я мгновенно оказывался в сознании того человека, против которого он был направлен, и чувствую владеющий им горечь, печаль, боль, сожаление. С другой стороны, если я совершаю достойный поступок или человеколюбивый акт, то, оказавшись на месте человека, на кого бы направлено было это действие, я тут же испытываю чувство доброты и счастья. На протяжении всего просмотра существо света находится рядом с людьми, спрашивая, что доброго сотворили они в своей жизни. Оно помогает им во время просмотра воспринимать все события жизни в должной перспективе. Все люди, имевшие подобный опыт, возвращаются назад с верой в то, что самое важное в жизни – это любовь. Другая самая важная вещь для большинства из них – это знания. Пока они смотрят сцены жизни, посвященные учебе или обучению, существо говорит им, что один из тех немногих атрибутов, которые они могут взять с собой после смерти – это знания. Второй – это любовь. Когда люди возвращаются, ими овладевает жажда знаний. Часто они становятся завзятыми книгачеями, хотя до этого не любили читать книги или вновь поступают в учебное заведение и принимаются изучать совершенно иную область знания, чем та, которой они овладели до этого. Должен заметить, что не все люди, побывавшие за порогом земной жизни, проходили через туннель. Некоторые говорят об ощущении полета, во время которого они быстро поднимаются в небеса, обозревая Вселенную как бы со спутника или с позиции астронавтов. У знаменитого психотерапевта Юнга тоже был подобный опыт. Это случилось в 1944 году, когда он пережил сердечный приступ. Он описывал, что чувствовал в это время, как быстро поднимался к точке, находящейся высоко над землей. Один ребенок, с которым мне довелось беседовать, сказал, что тоже чувствовал, как поднимается высоко над землей и летел между звездами, пока не оказался среди ангелов. А еще один пациент описал, как стремительно возносился вверх, видел вокруг себя планеты и далеко-далеко внизу землю цвета голубого мрамора. И для многих людей, которые пережили околосмертный опыт, настолько приятное и радостное событие, которое они переживают там, что они не желают возвращаться назад. В результате, когда врачам все же удается вернуть их назад, они часто очень раздражены. Два моих друга, врача, впервые открыли для себя околосмертный опыт, когда пациенты, которых они спасли, повели себя по отношению к ним крайне недружелюбно. Один из них вернул к жизни пациента, тоже врача, после того, как у того становилось сердце. Когда больной после реанимации пришел в себя, в сознание, то гневно воскликнул «Карл, никогда больше со мной так не поступай». Карл удивился, чего это он вдруг злится. Но чуть позже, уже полностью выздоровев, тот отвел Карла в сторону, извинился, объясняя свой поступок вот чем. Говорит «Я был вне себя от злости, потому что ты вернул меня не к жизни, а к смерти». Второй из моих друзей столкнулся с феноменом околосмертного опыта, когда тоже спас жизнь человеку, и тот стал орать на него за то, что его вернули назад из столь прекрасного и светлого места. Побывавшие за чертой земной жизни часто ведут себя подобным образом. Но это быстротечное чувство. Если вы поговорите с ними спустя неделю или около того, они будут счастливы, что их вернули. Хотя их и лишили состояния блаженства, однако они рады, что им дали шанс продолжить свою жизнь. Интересно отметить факт. Многие пациенты говорят, что им был предоставлен выбор вернуться или остаться. Как правило, этот выбор предлагает или существо света, или кто-нибудь из умерших родственников. Все люди, с которыми я беседовал, говорили, что непременно остались бы, если бы только им дали возможность как следует подумать. Но обычно, когда им предлагают выбор, они отвечают, что хотят вернуться, так как им нужно воспитывать детей или потому что супругам или родителям будет их очень не хватать. Одной женщине из Лос-Анджелеса дважды пришлось отвечать на подобный вопрос, который ей задавало существо света. Первый раз. Ей в то время было около 50 лет, когда она находилась в коме после автомобильной аварии. Существо сказало, что время подошло. Пора умирать и возноситься на небо. Женщина начала спорить с ним, доказывая, что еще слишком молода, чтобы умирать. Но существо было неумолимо. Пока она не сказала, но я же и вправду молодая. Я даже еще не натанцевалась как следует. На этот раз существо, сердечно рассмеялось и позволило ей жить дальше. Через 30 лет во время не очень значительной операции у нее становилось сердце. Она снова прошла через туннель и оказалась рядом с существом, и оно вновь сказала, что пришла пора умирать. Женщина возразила и на этот раз, сказав, что ей нужно помогать детям и что она не может покинуть их в этот момент их жизни. Хорошо, сказала существо, но это последний раз. В следующий раз ты должна здесь остаться. Помимо девяти особенностей околосмертных переживаний, люди, имевшие предсмертный опыт, сообщают, что время там невероятно спрессовано и отличается от того, которое мы измеряем с помощью часов здесь на земле. Они описывают это состояние как пребывание в вечности. Одна женщина, когда ее спросили, как долго она находилась в предсмертном состоянии, сказала, можно сказать, что это длилось одну секунду, или можно сказать, что это длилось 10 тысяч лет. Нет никакой особой разницы, как бы вы это не воспринимали, сказала она. Состояние околосмертных переживаний пространственной границы, которые обрамляют нашу повседневную жизнь, часто нарушаются. Если люди, пребывающие за чертой жизни, хотят попасть куда-то, им стоит лишь подумать об этом, и они оказываются в нужном месте. Многие рассказывают, что когда они находились вне тела и наблюдали за работой врачей в операционной, им достаточно было лишь изъявить желание повидать своих родственников, например, сидящих в комнате ожидания, и они моментально попадали в нее. Подобные свидетельства, вероятно, могут служить лучшим ответом для тех людей, кто считает, что околосмертные переживания всего лишь игра разума или воображения. В конце концов, вполне возможно, что мозг, испытывая глубокую боль или муку, может попытаться облегчить эту боль, создав видение туннелей или существа света, чтобы успокоить себя и самого человека, так сказать. Но люди, способные рассказать, что именно происходит в других помещениях, когда сами они недвижимы, действительно испытали опыт внетелесных переживаний. Вот лишь несколько примеров, когда люди, имевшие внетелесные переживания во время реанимации, покидали операционную, чтобы повидать находящихся в других помещениях больницы, родственников. Одна женщина, покинув тело, вошла в комнату ожидания и увидела, что ее дочь сидит, укутанная в разноцветные пледы. И в самом деле, как потом выяснилось, служанка, которая привела девочку в больницу, в спешке схватила два пледа из стопки, доставленной из прачечной одежды, и укутала в них девочку. Впоследствии, когда она рассказала членам семьи о своем состоянии, сообщила, что видела дочь, закутанную в два разных пледа, те не усомнились, что она действительно была в комнате ожидания рядом с ними. Другая женщина, находясь во внетелесном состоянии, покинула комнату, где реанимировали ее тело и, оказавшись в вестибюле больницы, увидела, как к ее девелю, сидевшему там, подошел коллега по работе и спросил, что он здесь делает. А он ответил, да вот, собрался было уехать из города по делам, но, видимо, Джун, так звали женщину, вот-вот сыграет в ящик. Так что я предпочел остаться, чтобы было кому ее нести гроб. Через несколько дней, когда женщина оправилась и пришла в себя, деверь навестил ее. Она сказала ему, что была в вестибюле и все слышала и видела, как он разговаривал с коллегой, чтобы устранить все сомнения, добавила, в следующий раз, когда я буду умирать, спокойно отправляйся по своим делам. Найдется, кому нести гроб. Лицо девеля так побелело, что она подумала, будто он и сам вот-вот окажется на пороге смерти. О другом подобном переживании рассказала мне пожилая женщина, которую я сам реанимировал. Я делал ей на столе в реанимационный закрытый массаж сердца. А ассистентка побежала в другую комнату, чтобы взять стеклянную ампулу с необходимым лекарством. Это ампула из тех, в которых нужно обламывать горлышко, чтобы добраться до жидкости. И чтобы не порезаться, ее обычно обворачивают бумажным полотенцем. Когда медсестра вернулась, горлышко было сломано, так что я мог применить лекарство сразу по назначению. А когда женщина пришла в себя, она с улыбкой посмотрела на медсестру и сказала, дорогая, я видела, что ты делала в той комнате. Не делай так больше, иначе порежешься. Медсестра была поражена, она призналась, что в спешке не стала обворачивать ампулу полотенцем и просто переломила горлышко пальцами. Женщина рассказала, пока мы делали ей реанимацию, она последовала за медсестрой в соседнюю комнату, чтобы посмотреть, что она там делает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok